Всем привет дорогие друзья! Только что закончились матчи отборочного этапа Лиги Чемпионов. Поздравляем Краснодар, поздравляем Россию с тем, что у нас теперь три команды в групповом этапе Лиги Чемпионов. Насколько я понимаю, такого еще никогда не было. Но для нас, конечно, самое важное это жеребьевка, которая пройдет завтра в 18.00. И как и в прошлом году, я записываю такой ролик, в котором симулирую жеребьевку Лиги Чемпионов. Рассказываю о том, какую бы команду и с какой корзиной я бы хотел Локомотиву. Ну и небольшую такую вот игру-угадайку устраиваем. У нас есть четыре корзины, Локомотив остался в четвертой. Несмотря на то, что Василий Кикнадзе обещал нам, что мы обязательно попадем в третью. Но нет, так в итоге ни одна из команд, которая могла бы подвинуть нас в третью корзину, не прошла. В итоге все решалось в матче Краснодара и Паука. Либо Паук проходил, но тогда Краснодар вылетал, но мы бы оказывались в третьей корзине. Либо Краснодар проходит, но мы в четвертой корзине. Но вот в итоге вышло так, как вышло. Представителей России нету только во второй корзине. В первой у нас есть Реал, Ливерпуль, Ювентус, Бавария, Парис, Сен-Жермен, Зенит, Порту, Севилья. Давайте мы их сейчас распределим по группам. Зенит, группа G, Ливерпуль, группа E, Порту, группа C. Система здесь ровно такая же, как будет в жеребьевке. Выбирается команда, затем выбирается шарик. Только единственная разница в том, что у меня шары не греты, и поэтому я не знаю, кто куда попадает. У меня вышло так, что в группе A Ювентус, группа B Бавария, группа C Порту, группа D Реал, группа E Ливерпуль, группа F Севилья. В группу G мы попасть не можем, в группе H Парис-Сен-Жермен. Понятное дело, что здесь, наверное, больше всех выделяется Севилья, как победитель Лиги Европы. Конечно, второй раз попасть на Ювентус вообще не хочется. Порту, наверное, сейчас представляет собой достаточно слабый коллектив, слабую команду. Ну, тем более, Португалия не является гегемоном футбольным. Наверное, к Порту можно было бы залететь, если бы не частые игры с этим клубом поднадоело. Реал-Мадрид, понятное дело, жестко. Ливерпуль еще жестче. Парис-Сен-Жермен, думаю, что тоже не про нашу честь. Поэтому, ну, если вот считать из таких вот команд, которые по силам локомотиву попадаются, то это Севилья и Порту. Порту, опять же, ну, наверное, в этом году смотреть на евровыезда вообще не стоит. По крайней мере, многие страны уже стали границы закрывать опять. Наверное, с точки зрения евровыезда выбирать нет большого смысла. Но, если бы выбирали, то, конечно, здесь Севилью я бы с удовольствием посетил. Вообще, очень хочется в Испанию еще съездить. Там тепло, там красиво. Севилья тоже достаточно интересное место. Просто с удовольствием бы там побывал. Давайте отжеребим вторую корзину. Мы в четвертой, поэтому вплоть до третьей корзины можем спокойно жеребить. И потом уже выбирать, куда бы хотелось попасть, куда нет. Но всему свое время. Итак, у нас группа А. Ювентус Атлетико что-то напоминает. Да, я помню такую группу в прошлом году. И туда совсем не хочется. Бавария с Шахтером. С Шахтером нас разведут. Поэтому группа Б и Бавария сразу минус. Порту Челси. Челси, мне кажется, ну, конечно, все равно гораздо сильнее, чем Локомотив. Но среди всех английских команд, наверное, ну, едва ли не самый такой приятный вариант. Они очень нестабильные. С ними можно играть, как мне кажется. Вряд ли, конечно, с положительным успехом. Но, тем не менее, среди всех английских команд, наверное, Челси бы я больше других хотел. Вот, например, в группу Д, Креалу и Монсити попадаться вообще не хочется. Хотя Монсити может вылететь Лестеру. Но когда он встретится с командой уровня Локомотива, скорее всего, камня на камне не оставят. Ливерпуль-Барселона тоже, да, группа не та, в которую хотелось бы видеть Локомотив. Вот Севилья-Манчестер-Юнайтед. Понятно, да, что у Манчестера тоже есть громаднейшие проблемы. И Севилья пока группа F выглядит как то, куда очень бы хотелось попасть. Зенит АИ вытягивает себе Аякс в соперники из второй корзины. И даже в компьютерной игре Газпром, даже в компьютерной симуляции жеребьевки Газпром подсовывает Зениту самые простые варианты. Аякс это худшая команда второй корзины. Ну и в группе H, Парис Энджермен, Баруси, Дортмунд. Дортмунд снова на коне. Там есть замечательный Холланд, есть замечательные другие молодые ребята. Поэтому тоже группа смерти. Ну вообще вот у меня несколько групп смерти уже набралось. Это Ювентус Атлетика, Реал, Манн-Сити, Парис Энджермен, Дортмунд, Ливерпуль, Барселона. Вот в эти А, Е, Д, Х попадаться не хочется. В группы B и G мы попасть не можем, потому что разведут. Остается C и F. Вот в эти две группы, наверное, Локомотив бы хотел бы видеть. Щелка абсолютно случайно. Так же, как и должна проходить жеребьевка. И мы видим, что в группу A залетает Олимпиакос. Наверное, самая желанная команда из третьей корзины, которая только могла попасться. Но летит она к Ювентусу и Атлетика. А эти две команды мы уже видели в прошлом году. И поэтому вообще не хочется. В группу B попадает Зальцбург к Баварии и Шахтеру. Нас эта группа не интересует. В группе C попадает Краснодар, Порту, Челси. И поэтому нас эта группа теперь тоже не интересует. Но Краснодару, наверное, в такой группе есть за что бороться. Порту они обыгрывали год назад. С Челси, я думаю, что тоже могут пободаться. Реал Мадрид, Монсити, Аталанта. Группа D уже сейчас. Это абсолютная группа смерти. И если локомотив попадет в группу к Реалу, Монсити и Аталанте, я боюсь, что никакой Николич и никакой Мурила с Чурлукой не вытащат локомотив. Группа E. Ливерпуль, Барса, Интер. Интер тоже хороший. Интер тоже на ходу, на коне. Поэтому группа E тоже максимально сложная. Но вот мне кажется, что Реал, Монсити, Аталанта даже более тяжелая. Ну, наверное, потому что Аталанта более страшная, мне кажется, команда для локомотива, нежели Интер. Севилья, Монсити, Монсити и Лейпциг, получается, остается для нас как вариант относительно простой группы. Совсем простых тут, конечно, нет. Это Лига Чемпионов из четвертой корзины. Странно было бы надеяться на простую. Но вот, наверное, группа F остается желанной. Зенит, Аякс, Лацо. Ну, хуже было бы, наверное, ну, точнее, лучше было бы для Зенита только налутать Олимпиакос вместо Лацо. Но и с Лацо тоже можно бороться. Сегодня их Аталанта вынесла просто в одну калитку. И группа H, Парис Энджермен, Дортмунд, Динамо, Киев. Эта группа для нас тоже закрывается, с Киевом нас разведут. Ну, и теперь самое-самое важное. Жеребим четвертую корзину. Собственно, вот, сразу локомотив. И нам на выбор дают две группы. А или Д. Понятное дело, да, мы попадаем в верхнюю часть. Так проходит жеребьевка. Группа B и C для нас недоступны. Ну, и, собственно, либо это Ювентус Атлетико повторение прошлого года, либо это группа D, группа Смерти. Фух. Не попал я в группу Смерти, зато попал к Ювентусу Атлетико и Олимпиакосу. С Олимпиакосом можно бороться, можно цепляться за Лигу Европы. В целом, наверное, жеребий вполне-вполне благосклонный. Надеется на выход из группы в плей-офф Лиги Чемпионов. Это все равно было достаточно самонадеянно. А здесь все будет зависеть от того, как Локомотив сыграет с Олимпиакосом. Такой жеребий я бы счел достаточно удачным. Если бы были разрешены полеты, да, евровыезда, то попасть в Грецию, мне кажется, было бы весьма-весьма интересно. Мадрид, Турин. Турин тоже выезд достаточно простой. Были, правда, в прошлом году. Из-за этого выезда несколько теряют свою актуальность. Но зато выезд в Турин был очень бюджетным, очень приятным. Съездили в Милан, съездили на Кома. Съездить в Мадрид тоже всегда приятно. В общем, есть даже из чего выбрать. Я доволен. Я доволен этим жеребием. Единственное, жалко, что, конечно, и с Ювентусом, и с Атлетиком мы встречались год назад. Давай теперь дожеребим все остальные и посмотрим, что, где, как получается. В группе «Б» Бавария, Шахтер, Зальцбург, Марсель. Марсель – это очень неприятный соперник и очень ровная группа для борьбы за второе место. Понятное дело, что Бавария – это прям ух. Один из фаворитов и в этой лиге чемпионов будет. Но думаю, что за второе место будет настоящая заруба. И Шахтер, и Зальцбург, и Марсель вполне претендует на вторую строчку. В группе «С» Краснодар себе забрал Брюгге. Брюгге – это очень простой, мне кажется, соперник для Краснодара. Один из, ну, едва ли не самых простых. Чемпионат Бельгии сейчас отнюдь не на подъеме. Поэтому получить бельгийскую команду довольно приятно. Но спорту и Челси, Краснодару, возможно, будет тяжеловато. Хотя все возможно. Реал Манн-Сити, Аталанта и Менхен-Гладбах по-прежнему группа смерти. Менхен-Гладбах не грант, но все равно крепкая, солидная команда, которая всем доставит проблем. В группе «Е» к Ливерпуле, Барселоне, Интеру попадает Рен. И мне кажется, что это легкая добыча для всех трех команд. Севилья, Манн-Юнайтед, Лепцик, Басак, Сихир. Тоже, понятное дело, есть три фаворита и один аутсайдер. Зенит Аякс, Лацо, Миттиюланд. Ну, здесь Зенит теоретически может выйти даже с первого места в этой группе. Везет, везет, везет питерцам, но первая корзина всегда дает такие преимущества. Парис Анджермен, Дортмунд, Динамо, Ференц Варыш. Динамо и Ференц Варыш в одной корзине. Динамо против Сергея Реброва. На это бы я даже посмотрел и отнюдь не думаю, что Динамо будет просто в этом матче. В общем, я оставлю ссылку в описании на этот сайт. Можете тоже пожеребить, порассказывайте, в какую корзину попал локомотив. И можете еще порассказывать, в какую корзину вы хотели бы, чтобы попал локомотив, исходя из... В какую группу, чтобы попал локомотив, исходя из корзин, которые получились согласно этим квалификациям в Лигу Чемпионов. Так что, так что, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok